ЧЕРНОБЫЛЬ Фильм про аварию на Чернобыльской атомной электростанции начинается в парикмахерской, где мы сразу знакомимся с главной героиней, зовут её Ольга, и работает она, как вы, думаю, догадались, парикмахером. Её парикмахерская, похоже, находится где-то в раю, потому что всё вокруг сияет просто ярким райским светом. К Ольге подходит её подруга и по совместительству коллега, и говорит, мол, Оленька, сейчас будем устраивать твою личную жизнь. Там пожарные на стрижку приехали, иди давай, хмуряй кого-нибудь. Там пожарные приехали, пойдём, выберёшь себя. Оле это вроде как не нужно, но её подружка говорит, не спорь. Мне не надо, тебе больше всех надо. И Ольга соглашается, к ней в кресло подсаживается никто иной, как второй наш главный герой, Алёша. Привет, Ольга. Ольга и Алёша встречались 10 лет назад, потом расстались, и вот сейчас снова встретились. Алёша, как, думаю, вы тоже догадались, служит в пожарной части в Чернобыле. Ну, короче, у нас тут на горизонте маячит любовь. Как я думаю, вы понимаете, у Алёши вспыхивают прежние чувства. Он хочет погулять с Олей, но вот Оля не хочет. Мы это погуляем, вспомним новости. Приходи через 3 недели, обращаешь рот, поедаемся. Оля с подружкой прыгает в автобус и едет в никуда. Кстати, по манере общения сразу видно, что две эти особы, а вернее сказать особи, явно не советские люди. А Алёшу такое положение дел не устраивает, мол, как это мне, кто-то отказывает. Поэтому он перекрывает проезд автобусу и врывается в салон. К слову, ни водителя, ни пассажиров, такое его поведение не напрягает. Лифт сейчас выходишь, либо дальше эти граждане никуда не пойдут. Хотя мне одному кажется, или подобное поведение главного героя должно было привести вот к примерно такому финалу. Извините, прошу прощения. Я че, гибрит, разживу нахуй, меня понял, да? Лифт сейчас выходишь, либо дальше эти граждане никуда не пойдут. Да, нахуй, нахуй. И чумку выкиньте. Но пассажиров автобуса почему-то больше раздражает поведение Ольги, которая вообще не горит желанием идти с Алёшей куда-либо. Вся эта сцена была ради диалога, диалога влюбленных, которые не виделись 10 лет, а вот сейчас снова встретились и у них воспылали их прежние чувства. И диалог будет настолько искренним, что ему позавидуют все романтические фильмы вместе взятые. Поэтому я, пожалуй, вам покажу его целиком. Может не надо? Надо, Федя. Надо! Ну, чего? Ничего. Хочу тебя обнять. Ну, обними. Я так смотрю, авторы фильма вообще никуда не торопились, и хронометраж у них неограниченный. Кстати, напоминаю, фильм называется Чернобыль, но взорвется тут, видимо, не АЭС, а жопа у всех, кто пришел смотреть фильм о трагедии, а им на какой-то хер снова пихают любовные линии просто бесконечные. Короче, Оля и Алеша лижут мороженое, катаются на колесе обозрения, которое им по блату запустил Алешин друг. Пойдем на чертово колесо кататься? Так его же так 1 мая запустят. У меня друзья из местной пожарки недавно принимали. На дворе сейчас 11 апреля, а это значит, что до трагедии осталось совсем чуть-чуть. И тут, в принципе, можно понять, что авторы хотели показать. Мол, такая светлая, беззаботная жизнь, влюбленные молодые люди и надвигающаяся трагедия, которая разрушит их любовь. И посредством такого приема на одном конкретном примере авторы для зрителей раскроют трагедию людей. Так может показаться на первый взгляд, но на самом деле все не так. Все не так просто. Кому вообще интересна трагедия людей, переживших аварию на ЧАЭС? Давайте лучше сделаем, мол, пожарный заделал Ольке ребенка, а потом бросил ее на 10 лет. А теперь они снова встретились, и Алеша узнал, что у него, оказывается, есть сын. Сына, кстати, тоже зовут Алеша. Ну и, короче говоря, один Алеша понял, что другой Алеша, это его сын. Можешь сказать ему. И он буквально за одну минуту все переосмыслил, и теперь говорит, мол, я готов вернуться в семью, воспитывать сына. Предлагает завтра увидеться и все обсудить. Я только хочешь на 12, у меня выходной, едем вместе к Киев гулять. Буду у вас в 9, приеду с подарками. Но он, конечно же, не приходит. Вы тоже сейчас не особо понимаете, каким хреном тут вообще Чернобыль? Я тоже. Пока все это больше походит на какой-то очень душный и давящий на голову. Очередной мыло-драмно-любовный сериал с канала «Россия-1». Далее нас отбрасывают на 2 недели вперед. Алеша, узнав, что у него есть сын, который живет с ним в одном городе, решает попросту сбежать. Он переводится из пожарной части, которая расположена вблизи АЭС. Но перед этим он все-таки решает сделать подарок своему сыну. Алексей-младший увлекается съемкой, и поэтому папаша напоследок решает ему подарить профессиональную камеру. На то, как Алеша-старший будет ее покупать, потом просить машину у знакомой, потом бухать, потом умолять Олю уехать с ним в Киев по пьяни. И так на протяжении 20 минут почти. И все это как бы в фильме про Чернобыль, который лично Данила Козловский преподносил как дань уважения ликвидаторам. Да, сам фильм, если что, посвящен ликвидаторам. Но почему-то все это все равно выглядит как что-то вообще оторванное от трагедии на ЧАЭС. Это скорее похоже на какую-то совсем, кстати, не советскую, а скорее любовную историю из 21 века. Но да ладно, перейдем, собственно, к тем самым ликвидаторам, которым и посвящен этот фильм. Да, здесь нет конкретных исторических персон, как, например, в сериале от HBO, но все же. Значит, бухой Алеша вырывается в квартиру к женщине, которую он аж два раза бросил с ребенком, и начинает вести классические пьяные базары. Мол, я тебя так люблю, прям вообще люблю-люблю. Кстати, именно из-за этого мамаша отправляют своего сына погулять. Среди ночи. Этот сын едет поснимать ЧАЭС. И именно в этот момент и случается авария. То есть, если взглянуть на картину в целом, то из-за персонажа Козловского, который устроил пьяные разборки, ребенок получил дозу радиации. Ведь если бы не он, Алеша-младший спал бы мирно дома, а не шастал по ночным улицам. Но когда Алексей-старший узнает, что на ЧАЭС случилось что-то страшное, и все его бывшие напарники уже направились туда, он тоже бросается на тушение пожара. Тут, кстати, я при первом просмотре подумал, блин, может быть, несмотря на дебильные любовные линии, и подвиг ликвидаторов, хоть и через вымышленные образы, покажут хорошо. Леша впрыгивает в первую попавшуюся пожарную машину и мчится на помощь своим товарищам. Кстати, картинка тут выглядит достаточно интересно. Когда вот так открывается дверь, и мы сразу оказываемся на пожаре. Интересный, не скажу, что прямо необычный и уникальный, но все же интересный операторский прием. Второй выглядит действительно здорово. Но на этом все хорошее в фильме, по сути, заканчивается. Пожарные, которые в реальности самоотверженно тушили пожар, не понимая, что их обдает невероятной дозой радиации, тут не тушат пожар, а просто шатаются, будто пьяные. Наш главный герой вообще непонятно, зачем сюда приехал. Такое ощущение, что просто позырит, что происходит. Ведь он не особо как-то помогает и пожар вообще не тушит, просто ходит туда-сюда. Но потом все-таки решается спасти своего товарища, который застрял на крыше. Хватает его, грузит его в скорую и сам тоже уезжает. Кстати, Леша и около реактора пошатался, и внутри, да даже на крышу слазил. Но так как это персонаж Данилы Козловского, ему на всю радиацию, откровенно говоря, как говорится, на причинном месте он вертел эту лучевую болезнь. Единственное, чем ему аукнулось нахождение на крыше АЭС. Слишком большой дозировкой снотворного, которое ему вколола медсестра. Поэтому он просто слишком долго спал. Долго я спал, ты? Долго переборщаюсь с снотворным. На утро его будет врач-радиолог из Киева по имени Дина. Алексей, меня зовут Дина. Я врач-радиолог из Киева. Мы специально приехали за вами. Алексей им очень нужен, ведь сейчас собирают людей, знающих и разбирающихся, для ликвидации аварии. На данный момент нужно срочным образом откачать воду из-под реактора, чтобы не случилось еще одного более масштабного взрыва. Приехавшие силовики, конечно же, обещают награды ликвидаторам. Например, лечение в Швейцарии. Для исполнителей предусмотрены премии. Готовится спецборд для отправки ликвидаторов на лечение в Швейцарию. И отдельно несколько раз подчеркивают, что это могут сделать только они. А если они этого не сделают, то погибнут и пострадают еще сотни людей. А последствия второго взрыва вообще могут быть необратимыми для всего населения Земли. И так как этот фильм посвящен подвигу ликвидаторов, главный герой, персонаж Данила Козловского, Конечно же, в первую очередь бросается на ликвидацию, хочет всем помочь. Ха, нет, конечно. Напротив, он говорит, что вообще-то он уже уволился, и на спасательную операцию ему насрать. Пожарные нас в беде не бросят? У меня увольнительница вчерашнего дня, я не имею права командовать людьми. Я тоже не пойду. Как-то клятву давал Родину защищать. Ладно, давайте срочно определяться по маршруту. И просто уходят. Бежит он за Олей и за своим новоиспеченным сыном. Сын, кстати, получил приличную дозу радиации. Поэтому, по всей видимости, умрёт. Боря! Лёшка заболел сильно. Что с ним? Что со всеми? Всех с радиологией в Киевскую городскую. Там уже вас, господин, это... Находятся они, кстати, сейчас в автобусе, который эвакуирует их из Припяти. Алексей в исполнении Данила Козловского понимает, что нужно спасать ребёнка. Своего. На остальных детей ему по-прежнему, да и вообще на всех людей, насрать. Я вернусь и организую Лёше лучшее лечение. Но сейчас я должен вернуться. Ведь, как известно, люди, которые ныряли под реактор в радиоактивную воду, делали это ради исключительно своих детей. А не потому, что только они знали эти коридоры, и никто, кроме них, по сути, спасти человечество не смог бы. Поэтому они рисковали жизнью и ради своих детей, и ради людей в целом. Но в этом фильме всё, конечно же, иначе. Лёша готов помогать только если его ребёнка отправят в Швейцарию на лечение. Поэтому он, как ни в чём не бывало, сходит с автобуса. На этот его поступок, кстати, всем абсолютно наплевать. В частности, милиции. Ну и Алёша идёт помогать. Кстати, он знает более короткий маршрут. Я знаю коридоры лучше всех. Мне нужно попасть в первую группу. Хорошо. Ну подождите их. Они через пару часов вернутся. Вот здесь можно прорезаться. Будет путь короче через теплообменник протечек. Он про него, если что, знал изначально. Но никому не удосужился сказать. Пусть люди варятся в 50-градусной радиоактивной воде. Зачем мне вообще кому-то помогать? Хотя бы советом. Нафиг надо вообще. Но теперь, ради своего сына, которого он, кстати, бросил 10 лет назад, ему вообще на него было насрать всё это время, предварительно 10 раз переспросив, полагаются ли ему льготы. Михаил Владимирович, у меня к вам просьба есть. У Алексея есть небольшие условия перед погружением. Обсудите. Условия? Какое условие? Нет, это не условие. Так, просьба скорее. Мой сын был рядом с реактором в момент взрыва. Можно его тоже в Швейцарию в это лечение отправить? Хорошо, я думаю, решим вопрос. Можно удостоверение ваше посмотреть? И вот только после этого соглашается нырять. Несмотря на то, что время у героев ограничено, вокруг жара, горячий пар и радиация, это никак не мешает им 15 минут экранного времени трепаться. Ведь одного из героев обдало радиацией, и ему плохо, но он хочет идти дальше. Тебе надо назад. Я справлюсь, боюсь не помечу. Другой же наоборот, испугался и не хочет идти дальше. Поехал, ты чего встал? Я дальше не пойду. И поэтому они это будут долго и нудно обсуждать, кто же в итоге пойдет дальше. Кабель в итоге они все-таки подключили. Да? Да! Но план не сработал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Насосы не заработали, и вода так и осталась внутри. Один из ликвидаторов вообще с ума сошел и побежал на некий свет в конце туннеля, и выбежал прямо в сам реактор. Там свет. Там, там! Там свет! Персонаж Козловского, кстати, там тоже рядом бегал Итак, главного героя обдало водой, которая протекала через реактор Он вышел, взглянул на полыхающую открытую зону реактора При этом на нем не было толком никакого защитного костюма Теперь он точно должен умереть от лучевой болезни, да? Конечно нет, он начнется в больнице Где сейчас трудится Ольга И они снова будут бить друг друга Привет, Ольга Сына, кстати, действительно отправили на лечение А Леша и Оля вроде как сошлись и вроде как вместе снова счастливы Но недодолго персонаж Козловского сбегает от Ольги обратно под реактор И именно вот это почему-то подается как тот самый героизм В Киеве праздничные колонны прошли по центральной улице города Но теперь при вот таких условиях это вообще не работает Благодаря выстроенному характеру героя Теперь это выглядит так, что он будто хоть куда, хоть в реактор прыгнет Лишь бы не быть с этой бабой На второй раз у Алеши все получается Но он вроде как должен утонуть Но как вы понимаете персонаж Козловского не тонет И вот только сейчас его настигает лучевая болезнь Ну и в финале нас ждет хэппи-энд В котором излечившийся мальчик возвращается из Швейцарии Ну и в самом конце мы внезапно видим вот эту надпись Что же можно сказать в итоге? Несмотря на то, что фильм называется Чернобыль Эта картина совсем не про Чернобыль Эта картина про мудацкую Именно мудацкую любовь Просто эта любовь случилась в момент, когда взорвалась станция И похожий сюжет имеет право на существование Например, есть такой фильм, называется Аврора Где авария на ЧАЭС это лишь условие для существования совсем другого сюжета Частично про любовь тоже, кстати Или там сериал Чернобыль от Тенты Или куча фильмов ужасов про ЧАЭС Проблема конкретно этой картины лишь в одном Ну вернее не так, проблем-то здесь очень много Наверное, главная проблема этой картины Это то, что здесь задействован пожарный, который тушил АЭС И именно в его лице мы видим Ликвидатора В котором, кстати, фильм и посвящен И вот этот главный герой здесь самовлюбленный Наглый Плюющий на всех и думающий только о себе эгоист Ему насрать на все и всех, кроме себя Вот такими предстают в этом фильме Ликвидаторы И это уже даже можно назвать надругательством над памятью Чем просто каким-то там фильмом Вообще все сюжетные ходы, типажи людей и прочее Это все не про СССР Все абсолютно из другого мира События просто происходят в антураже Советского Союза, но не более Это скорее какой-то Духлис 86 Только герои тут обдолбаны не коксом, а радиацией Радует только то, что создатели не кричали на каждом углу, что это правдивая правда А наоборот, честно заявили, что это вымысел Но это не сделало фильм лучше Ну и они все равно выставили Ликвидаторов в лице персонажа Козловского трусами Думающими только о своей собственной шкуре Поэтому, конечно же, смотреть фильм Чернобыль я вам не рекомендую Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!